Организаторам Танцуй Бит хочу сказать спасибо, прикольное место, прикольная туса. Все круто, судья очень крутой, диджеи тоже играют неплохо. Могу сказать так, что судья четко выражает название фестиваля Танцуй Бит и четко дает понять, что судит он объективно, полноценно, целиком, танец, как он есть, вот так вот, цельная, круглая, не полукруг, не просто черточка, такая цельная, как наша планета. Поэтому если ты танцуешь в бит, если ты оригинален, харизматичен и музыкален, тебя ждет успех. Танцуй в бит! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что это может быть спонсор, но можно повесить баннер и на этом все закончить. Вот. Тем не менее, это лучше, чем ничего. Вот. А так, могу сказать, что тусы там лучше только тем, что там помогает государство. Люди, у которых есть влияние, они вкладывают бабки. Тому пример нереальный чемпионат R-16. R-16 это чемпионат, который проводит правительство Южной Кореи. Не какой-то там бывший бибой или кто-то, а бабки на это дает конкретно президент Южной Кореи и Министерство по делам молодежи и культуры, развития, короче, они делают такой нереальный чемпионат, где еще и нереальный призовой фонд. У нас, к сожалению, дядьки, у которых есть бабки, отдыхают на Мальдивах вместо того, чтобы не позавтракать, а там скинуть пацанам пару десятков тысяч долларов на нормальный чемпионат. Чтобы люди видели в России, в этой России, Украине и Белоруссии на этой территории нашего земного шара и как бы на большей территории, по сути дела. Очень много крутых бибоев, которые никуда не выезжают, их никто не видит. И это палево вообще очень жесткое, потому что у кого-то проблема с паспортом, у кого-то проблема с бабками. А просто элементарно огромный чемпионат типа бывшей территории Советского Союза может очень четко показать всему миру, насколько велик русский стайл, украинский, белорусский. Я называю это просто русским, потому что все мы русские. Независимо от того, какой у вас паспорт, душа русская, все славяне. Вот. Поэтому, дядьки и тетки, блядь, дайте денег. Дайте денег, мы устроим тусу. Вообще, вы будете сидеть в первом ряду, есть бананы и смотреть, как ребята прыгают. Не все не так просто, на самом деле, как кажется бибоям. Много бибоев приходят на тусы, начинают выражать свое недовольство, даже не понимая, сколько усилий затрачено на то, чтобы организовать этот фестиваль, выбить помещение, привезти судью, сделать призовой фонд, рекламу, там, все дела диджеев, линолеум, пол. Тебе не парит то, что один судья? Ты считаешь, три судьи – это более справедливое решение или нормал вообще? Я считаю, что лучше один такой судья, чем три идиота. Этот человек танцует больше 30 лет, и он более чем компетентен, чем любой из находящихся в этом зале. Это человек, который вдохновлял на танец таких легенд, как Кен Свифт, Сторм, людей, которые начинали все это движение. Так вот этот человек, Маурицио, приехав в Нью-Йорк и узнав о том, что Кен Свифт завязывает с танцами, он пришел и ему сказал, чувак, ты что, блядь, ты посмотри, что ты со мной сделал. Как въебал, и Кен Свифт начал заново танцевать. То же самое и Шторм и все остальные. Поэтому он уже объяснял, как он судит, чему он отдает предпочтение. Могу сказать единственное, что если три судьи, это больше захватывает. Брэкданс чем хорош? Тем, что ты имеешь право выбора, и нет никаких правил. Ты вправе делать все, что ты хочешь. Просто все, что ты будешь делать, оно может либо понравиться людям, может либо не понравиться. Правильно? Мне, допустим, панки не нравятся, но это творчество их конкретное. То есть я считаю, что это вообще не имеет отношения к брэкдансу. Это просто цирк. А так, по сути, в брэкдансе есть физкультурный брэкданс, есть типа фаундейшн брэкданс, есть брэкданс, который включает всего понемножку, но это все брэкданс. Без слова «данс» это просто брэк. Это уже не полноценно. Поэтому в первую очередь это должен быть танец, независимо от того, силовой брэкданс вы представляете, стайловый, понтовый или еще какой-то. Это должен быть танец в любом случае самовыражение и самоудовлетворение, получение удовольствия от самого себя. Вот в чем смысл того, чем мы здесь все занимаемся. Почему на варкшопе у Маурицова было мало человек? Я тебе могу сказать, что 15 человек это совсем не мало, это вообще вполне нормально. Потому что, допустим, так ради примера просто на Риге Опен к Шторму на мастер-класс пришло всего 4 человека, на Kill the Beat в Греции к Киндсвифту пришло на мастер-класс вообще 3 человека. Вот. Поэтому... А из-за чего так? Ну, очень много людей считают, что такие люди, типа, ну, нечему научиться у них. Это очень ошибочное мнение. Вот. Но это дело каждого, как бы, дело вкуса, понимаешь? Еще есть такой момент, как финансы. Если финансы поют романсы, так танцы-шманцы, тут уже ничего не поделать. Ты же не сможешь прийти, вписаться бесплатно. А ты сам вот за последние лет 5 был на каких-то мастерах? Да, конечно. Я постоянно хожу на мастер-класс, если у меня есть возможность. У других ты был? Я не пошел, было в падлу ехать. Холодно слишком в Москве. Не, а у других ты был уже последние лет 5? Был у Роксрайда на мастер-классе, у Киндсвифта был на мастер-классе, у Флайн Будды был на мастер-классе, был на мастер-классе у Seven Gems, это рок-дивижн, типа Киндсвифт, Мистер Лоус, Нако, Бёрн Ван. Был на мастер-классе у Камела. Ты считаешь, что это стоящие темы? Конечно, а как это может быть не стоящей темой, когда ты... У тебя может быть свой взгляд на брейк-данс, но все равно в любом случае видение танца у человека, который танцует, там типа от 10 до 30 лет, оно намного обширнее, и с каждым годом оно увеличивается. И допустим, сейчас, к примеру, ты занимаешься 2 года, у тебя есть свое видение, свой стайл, свои любимые бибои, и там типа тебе нравится Раббер Лекс, и типа, да ну, зачем мне идти к этому Киндсвифту, что он ничего не умеет делать. Это все ошибочно, потому что ты сейчас снимаешь свое видео, и потом через 10 лет просто ты вспомнишь мои слова. Примером, чему могу доказать, как бы это просто элементарно, бибои и анды Шримп из Москвы. Если вы посмотрите видео, как он танцевал 10 лет назад, и что он тогда говорил по поводу танца, фондейшена и всего остального, и сравните с тем, что вы сейчас видите на танцполе в исполнении команды All The Most. Это небо и земля. Е-е, бибои, я! Как бы все новое, это хорошо забытое старое. В этом я убеждаюсь постоянно. И все типа супероригинальные фишки, они все уже были сделаны давно, еще в 80-х. Просто этого никто не видел. Тогда не было интернета, не было столько видеокамер. Как ты считаешь, интернет испортил брейк? Нет, интернет почему? Интернет не испортил брейк. Допустим, вот нашей стране, нашим странам, да, интернет дал нереальный толчок в том плане, что появилась возможность, появилась информация. То есть ты можешь смотреть, ты можешь выбрать направление, которое тебе нравится. Стайл, да, грубо говоря, твой идеал, к примеру, там, какой-то бибой, ты его берешь за идеал, снимаешь с него, там, типа манеру, фишку, это все пережевывается, да, ненужное у тебя выходит, сам знаешь откуда, а нужное остается в тебе и переходит уже в твой стайл, переработанные фишки. В любом случае, все, кто вот сейчас танцуют, я танцую 12 лет, да, я тоже учился на ком-то, вот. На ком-то учился? Ну, много танцоров, в принципе, они все до сих пор на вершине, там, это, вся команда Килофорния, Хави Кора, Граунд Зеро, Скилл Методс, все очень крутые. Не могу сказать, что я был когда-то сторонником европейского брейк-данса, разве что Сторм и Свифт Рок, вот это нереально крутые типы. Еще в Англии был очень крутой, чувак, его звали Бибой Эво, вот, нереально крутой, к сожалению, он подвязал с танцами. Жизнь вносит коррективы. Так вот, по поводу интернета, он портит брейк-данс тем, что люди смотрят слишком много видео, слишком много. Знаете, удаляйте со своей страницы закладку Бибой Ворл, не делайте этого, не смотрите эти батлы, все видео, как бы, или смотрите хотя бы реже, я не знаю, берите видеокамеру, фотоаппарат, телефон, идите снимайте свою тренировку, и смотрите вечером не то, как Ки Дэвид кого-то убрал, или кто там круто кому сунул, а смотрите на свои фишки и понимайте, что вам надо делать со собой, со своим телом. Как говорит Маурицо, надо найти баланс. Вы должны найти баланс в себе, что вам лучше, понимаешь, если ты, как бы, тебя не прет мув из твоего тела и сознания, то зачем пытаться стать мувщиком, есть очень много разных, разнообразных тем. Поэтому, если вы слишком много смотрите видео в интернете, то непроизвольно, просто, вы ничего не можете сделать. Просто тупо на тренировке у вас выскакивают фишки, которые вам кажется, что это ваша фишка, вы ее только что придумали. А на самом деле, когда вы приедете на чемпионат, вам вот так вот будут делать постоянно, и вы будете разводить руками тему. Почему? Потому что надо меньше смотреть видео. Смотрите на себя, обгрэживайте и развивайте свой стайл. Ну что, все готовы? Люди, вы готовы? Второй полуфинал, топ-майм, предатор скрыву, Мистер М7, погнали! Андрюха Сева! ПОДПИСЫВАЮЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА